Всем привет, меня зовут Даша Кей И сегодня я буду проверять лайфхаки из тиктока Подобрала я 7 лайфхаков, 7 счастливое число Так каждый ребенок знает, что лайфхаки из тиктока немного крызанутые Мы будем сегодня проверять, какие нужны, а какие лайфхаки нужно сжечь на костре Первый лайфхак Наверное, это самый первый лайфхак, который я увидела еще до тиктока Который появился вообще на просторах интернета с косметикой Как только появились спонжи, сразу же появились лайфхаки о его очистке Потому что очищать спонжи достаточно сложно, тональная основа, некоторые стойки Для того, чтобы отмыть грязный спонжик, нужно В плотный пакет кладем спонж, наливаем туда немножко мицеллярной воды и удаляем остатки тона Промываем водой и спонж снова готов к работе Хорошо, что у меня есть запас мицеллярной воды Наливаю на спонж, жмякаю Промываю обычно водой Деликатный способ, но для меня недостаточно чистый И, конечно же, большущий секрет, который нам рассказывают Это то, что нужно очистить обычным мылом Смачиваем спонж, обильно его намыливаем И выжимающими движениями удаляем всю косметику Вот это я понимаю, это по-нашему Но почему-то она не сказала, что лучше очищает тональное средство хозяйственное мыло В емкость теплой водой добавляем капельку ферри Ферри у меня нет, я взяла просто свое обычное чистящее средство, которым мою посуду Оно деликатное И подсолнечное масло Хорошо промываем спонж и споласкиваем его под проточной водой Я боюсь спонжем после чистящего средства Потом трогать лицо и наносить какой-то макияж Лучше всего справился вариант с обычным мылом Но остальные... Похоже, я люблю мыть спонжи по старинке Белый очистился лучше, а остальные хочется дотереть мылом Второй лайфхак Ох, эти Pinterest макияжи с огнями, как они мне нравились и нравятся до сих пор У меня никогда не получалось это сделать по форме И я, значит, увидела этот лайфхак Где девушка наносит тени, потом просто берет ватную палочку И вытирает, собственно, все ненужное по форме За основу я взяла двое цветных теней, розовые и оранжевые Розовые внутрь, оранжевые на внешнюю часть Раньше я бы пошла просто так Но сейчас у меня есть лайфхак Я беру три ватных палочки, мицеллярную воду И поскольку я делаю это в первый раз Я совершенно хаотичными движениями вытираю ватной палочкой тени с кожи Дальше беру консилер и подчищаю всю грязь Господи, у меня получилось Самый легкий и креативный макияж Эвер Лайфхак просто чудесный Следующий лайфхак Как из зубной пасты сделать походные подушечки Как я поняла, эти подушечки нужны для того, чтобы чистить зубы в походе Или тогда, когда у тебя нет средств или места, куда положить пасту Но чаще всего бывают еще миниатюры Я не иду в поход, но я решила сделать такого плана Лайфхак, чтобы посмотреть, возможно ли это На пергаментную бумагу я выдавила капли из зубной пасты Присыпала все содой Подождала 15 минут Такие шарики нужно где-то хранить Я нашла свою старую пластиковую баночку Теперь можно использовать В теории достаточно одной штуки, чтобы почистить зубы Немного подстыв, смешаясь с содой Паста напоминает жвачку И она не потеряла свои свойства Значит лайфхак защита Кстати, этот лайфхак я специально подготовила для того, чтобы протестировать новую щетку от Oral-B Pro 3 Здоровье зубов начинается с правильного ухода Поэтому я использую электрическую щетку Oral-B Pro 3 Насадка удаляет до 100% больше налета, чем обычная щет Датчик давления подает красный сигнал, контролируя нажатие Каждый день я могу определять, какой режим из трех поставить А если щетинки поменяли свой цвет с зеленого на желтый, то пора менять насадку Ссылка на щетку в описании Выглядит это, конечно, как конфетки Я придумала, как использовать эту штуку Ее можно использовать в офисе Поставить на рабочий стол После приема пищи Класс в рот Прополаскивать с помощью вот такой вот одной маленькой конфетки Которую вы сами сделали Можно и выдавливать себе просто пасту в рот Но это не так эстетично, как вот такие вот маленькие шарики Которые, в принципе, хочется съесть Четвертый лайфхак Лайфхак, от которого я была реально в шоке Это лайфхак с тональным кремом Лайфхак гласит Да, это может немного удивить, но на самом деле это не постанова, а всего лишь правило колористики Голубой оттенок теней нейтрализует желто-оранжевый под тон тонального И если у вас тональный крем тоже, как говорят, рыжит, то вам тоже понравится, если добавите немного голубого пигмента Уж поверьте, в коллекции у меня есть рыжий тональный крем, и он, как назло, нравится мне по текстуре Синие тени, капля тонального крема Отшкребываю немного синих теней, добавляя в тон Тестируем И вуаля, какой-то и синий-зеленый оттенок готов Лайфхак рабочего характера Просто берете свои тени и добавляете в свой ненужный, так скажем, давно лежащий тональный крем Поздравляю, теперь к вашему люксовому тональнику добавляются синие тени Пятый лайфхак Лайфхак с высохшей подводкой Если у вас высохло средство, не спешите его выбрасывать Капелька дюралайна и средство как новое Где его можно купить, отвечу в комментариях Я уже начала восстанавливать все засохшие подводки в доме Ну, жалко их выбрасывать, поэтому спасаем всех Я просто лишний раз нашла время обновить все свои сухие засохшие подводки и тени Покапала в них дюралайн, либо силикон от Крыгиной И получила свежачок Нужно периодически обновлять Шестой лайфхак Легкий способ смешивания теней Наносишь вертикально тени И потом все это смешиваю Я видела это у корейцев Собственно, корейские тени я и взяла Первые тени цвета шампанского Затем таракотовые Их на центр века А потом коричневые Все это смешиваю В том лайфхаке аж 5 цветов Ну, для меня это too much Остановимся на трех Тени осыпались и приходилось их даже добавлять Я не вижу смысла в этом лайфхаке Для новичков даже рабочая схема Они все смахиваются и это как наметка или как трафарет для дальнейшей прорисовки теней Возможно, те, кто любит полупрозрачное покрытие, им понравится Но мне нравится чуть-чуть больше набивать тени Чем смешивать и просто все стряхивать Седьмой лайфхак Мало у кого найдется зеленая помада И есть такой лайфхак Пользовать тени вместо помады Вы делаете сухих текстур жидкие А точнее из тени подводку либо помаду Да, какие-то экстраординарные цвета И вам нужно просто вот на денек, на хэллоуин Или еще на что-то Да, конечно, да все знают, что можно нанести тени на губы И ничего не будет Но для меня этот лайфхак лишний раз показывает, что нужно экспериментировать, Дашулькин Нужно экспериментировать как можно больше Больше нюдовых оттенков я люблю мертвецко-нюдовые Отшкрябываю два оттенка теней Когда я их смешиваю с силиконом, оттенок становится темнее Так что не бойтесь брать светлые оттенки Хорошо смешиваю и полученную массу наношу на губы Получился идеальный нюдик для моего подтона кожи Дальше я смешала прям коричневый цвет Как я люблю Да, такой цвет не все рискнут нанести на губы Но в свотче он выглядит страшнее, чем на губах Я добавляю чуть-чуть блеска Такие оттенки я реально ношу на повседневку Дальше я просто начала мучить палетку и пробовать разные цвета И зеленый, как и обещала Можно взять также гигиеническую помаду и набить тени Я уже так давно не делаю, но иногда, когда у меня нет нужного подходящего цвета Я перекрываю тенями или могу чуть-чуть подтушевать Чаще я не пользуюсь этим лайфхаком Я думаю, актуально для тех, кто купил палетки в розовых оттенках Они сейчас уже чуть-чуть выходят из моды Хотя я сижу такая с розовыми тенями И можно потом их использовать и на губы тоже Смешивать, допустим, в отдельные баночки с бальзамом для губ И вот использовать таким образом интересно Очень интересно Хотя мы рабочий лайфхак А это были все лайфхаки на сегодня С вами была Даша Кей Степан, вы хотите что-нибудь сказать? Увидимся в следующих видео Пока-пока